Девушки отдыхают Он обязался выполнить задание и попросил у нас политического убежища. Неожиданно Хохлов поднял вверх две фотографии женщины и ребенка. Это мои жена и сын. Я прошу их спасти от преследования КГБ. Только спустя 50 лет бывший советский разведчик Николай Хохлов согласился рассказать свою историю российскому телевидению. Машину-то снимать незачем. Баки не стоит снимать. Я там скажу, как раз снова снимаю, потому что это будет неинтересно. Вы сад снимаете. Вот это, между прочим, мое любимое лимонное дерево сзади. Я хотел бы, чтобы вы немножко поближе дали зрителям посмотреть на эти цветы. Я вас очень хорошо слышу. Даже когда вы шепчете, я тоже слышу. Наши секретов не выдавайте. К началу 50-х годов Народно-трудовой союз, сокращенно НТС, был самой активной антикоммунистической организацией на Западе. Под покровительством американской разведки НТС прочно обосновался в ФРГ во Франкфурте-на-Майне. На деньги ЦРУ была налажена издательская деятельность. Регулярная передача радиостанции «Свободная Россия». А с 1951 года заброска на советскую территорию листовок антикоммунистической направленности. Для этого через границу запускались воздушные шары дальнего действия, оборудованные специальными сбрасывателями. Одновременно НТС организовал самую крупную в мире школу диверсантов для работы на территории СССР. Руководителем этой школы был никто иной, как Георгий Акалович. Возрастающая активность НТС не на шутку встревожила кремлевское руководство. Советское руководство, как это не покажется странным, приняло решение о ликвидации руководителей антисоветской эмиграции на Западе. А цель заключалась в том, чтобы политические эти эмиграционные организации не смогли подняться до уровня так называемого правительства в эмиграции. На Лубянке началась разработка операции Рейн, целью которой была ликвидация одного из руководителей НТС Георгия Акаловича. Возглавить и провести операцию должен был капитан МГБ Николай Хохлов. Но у Хохлова был другой план. 8 февраля 1954 года во Франкфурт прибыл швейцарский подданный Вальтер Эш. На границе он отдал паспорт сопровождающему и превратился в австрийского подданного Йозефа Хавбауэра. Вечером 18 февраля господин Хавбауэр, он же Николай Хохлов, направился к пятиэтажному дому по Инхейдерштрассе 3. Квартира, в которую он шел, принадлежала Георгию Акаловичу. Я подошел к этой двери, а она, оказывается, была открыта. Я на нее нажал, она пошла внутрь. Я думаю, одну минуточку. Так что же, надо идти? И вот в этот момент я решил пойти. Я наверх по лестнице, по лестнице дошел. Значит, дошел туда, наверху. А там, значит, три двери на самом последнем этаже. Я, значит, в левую дверь. Там открывается какой-то, выходит такой немец. Я? Я говорю, что Георгий Акалович? Найн, най, най! Да, да, да! Значит, вот там, в другой двери. Ну, я пошел, значит, постучь позвонил. Открывается дверь, Акалович. Один. Смотрит на меня, как на фотографии. Нос немножко такой рубатый, очки что-то смотают. Я? Я говорю, Георгий Сергеевич, я к вам приехал из Москвы, Я офицер советской разведки. Здесь, во Франкфурте, есть группа, которой приказано вас убить. Но я хочу это убийство остановить. И они полностью у меня под контролем. Нам нужно с вами что-то придумать. Хочу добавить, что у меня в Москве семья, жена, ребенок, родственники. И нужно сделать так, чтобы я спокойно мог уйти обратно. Он посмотрел, говорит, уйти обратно. Николай Хохлов. Родился 7 июня 1922 года в Нижнем Новгороде. В 1930 году семья переезжает в Москву. После школы Хохлов поступил на курсы при театральной студии имени Хмелева. Окончив обучение, получил профессию артист эстрады, мастер художественного свиста. В разведке с 1941 года. Ведь как Хохлов попал в разведку? На стадионе «Динамо» проходило формирование Омсбона. Это отдельная механизированная бригада особого назначения, которая находилась в распоряжении НКВД, НКГБ. Хохлов обратился к руководителям этой бригады, в частности к моему отцу. И там он с моим отцом и познакомился. Прежде всего поразило его блестящее знание немецкого языка. Тогда это была, в общем, находка. Я его начал изучать еще дома, я интересовался он немецким. И мой отец, между прочим, старый большевик, он все время мне говорил, что «Коля, учи немецкий. Немцы очень интересный и очень нужный народ. Если ты будешь хорошо знать, это нам очень страннее, это будет очень нужно». Он все время поддерживал, даже предлагал мне расслушать немецкие передачи по радио, чтобы осваиваться с языком. Москва. 1941 год. Война быстро подступала к столице. Город спешно готовился к эвакуации. Вывозились госархивы, посольства, учреждения. Одновременно советские спецслужбы организовывали московское подполье, которое должно было вести подрывную деятельность в захваченном немцами городе. На Лубянку было возложено три функции. Первое. Минировали все. Минировали Большой театр, колонный зал, охотный гостиницу «Москва», Дом Советского Наркома в охотном ряду. Все минировалось. Второе. Организовать диверсионные группы. И третье. Пока немцы не вошли в Москву, то их шпионов и диверсантов вылавливать. У полковника разведки Маклярского появилась идея создать такую бригаду эстрадную, которая вошла бы в доверие к немцам и на концертах для немцев совершала бы террористические акты. Но я жонглировать не умел, петь я не мог. Так что я попробовал предложить свое умение свиста, но и оно прошло. Задача группы сводилась к следующему. В колонном зале должен был состояться концерт для генералитета немецкой армии. Ожидали приезда Гиммлера. Номер концерта был разработан по сценарию Михаила Маклярского. В качестве режиссера выступал начальник 4-го управления НКВД НКГБ СССР Павел Судоплатов. Акробатка подкидывала вверх булавы. Они были начинены. Ноги ксогена тогда еще не было. Была взрывчатка. Потом эти булавы швырялись в зал. Хохлов вырубал свет. И группа, значит, через какой-то там ход должна была, так сказать, скрыться из этого колонного зала. Однажды вечером Судоплатов приехал на квартиру, где базировалась диверсионная группа. И сказал им, ребята, немцев разбили. И вы свободны. То потом Судоплатов говорил, что он увидел, как у них лица поскучнели. Настолько они горели энтузиазмом. А тут как-то у них, им как-то, в общем, они пожалели, что они не стали героями. Когда бригаду распустили, то одного человека разведка не хотела отпустить, меня. Коля, мы вас оставляем, потому что мы хотим вас послать в очень далекие, но нужные места. Восторгу моего не было пределов. Разведка, риол там, своеобразного такого острова, риска. Ну, в общем, я сразу согласился. Неожиданно Николай Хохлов исчезает из Москвы. 1943 год. После Сталинградской битвы появляются колонны немецких военнопленных. Где-то среди них унтер-офицер германской армии Вальтер Латте. Вальтер Латте, он же Николай Хохлов. По заданию Лубянки заброшен в лагерь немецких военнопленных. Цель – адаптация в немецкой среде. Погода была такая суровая. Вот мы плелись по этой обочине. И я понял всю эту скорбь, которая сваливается на военнопленного, когда он попадает в такое положение. В лагере жизнь Вальтера Латте ничем не отличалась от жизни остальных военнопленных. Работа по 16 часов в сутки выматывала, но сложность заключалась в другом. Трудно было просыпаться утром. Просыпаешься утром, что-нибудь заболтнешь на русском языке. Мы спали на досках, там ничего не было, ни подушки не оден. Голые доски, мы даже нехорошо очень обструганы. Мы на них спали, утром проснулся. Я говорю, который час? По-русски. А рядом никого не было. Но я схватился, думаю, вот это да. Но пришлось тренироваться. Спустя несколько месяцев Николай Хохлов, пройдя проверку и доказав, что в немецкой среде он вполне может сойти за своего, исчезает из лагеря. Я помню, был прощальный такой вечер, когда она могла возвращаться. И я стоял там один на краю лагеря, и солнце садилось, был закат. И я смотрел в строну Запада и думал, что вот туда я скоро пойду уже, вот как немец. И ко мне подошел генерал немецкий. Похлопал у меня по плечу и сказал, ах, молодой человек, я тебя так хорошо понимаю. Но ты не страдай, мы туда все вернемся. Я подумал, ну что я-то вернусь, а вот насчет тебя не знаю. В начале 43-го года Сталин издает приказ об уничтожении на захваченных немцами территориях всех гауляйтеров. В Белоруссии на тот момент наместником Гитлера был Вильгельм фон Кубе. За Кубе охотились десятки партизанских отрядов, но безуспешно. Наряду с другими подразделениями Судоплатов и Маклярский разрабатывают свой план. Минск, 1943 год. Подкомандированный по делам полиции лейтенант Вильбинштайн неожиданно задерживается в городе на несколько дней. Йозеф Вильбинштайн, он же Николай Хохлов. Заброшен на территорию оккупированной Белоруссии. Цель – организация убийства гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе. И вот въезжаем к окраинам Минска, и первый раз я вижу настоящий нацистский флаг. Вот он висит на мачте, красный, в середине сварстика. Рядом, конечно, солдат в каске намертво стоит со штыком. Я думаю, вот она, нацистская Германия, лицом к лицу. И вот они, немцы, живые передо мной. Смотрю на них и думаю, что бы вы подумали, ребята, если бы вы знали, что вот перед вами советские разведчики. Позже кинематографисты не раз будут обращаться к истории убийства Кубы. Этой же теме посвящен и один из блокбастеров послевоенной эпохи. Часы остановились в полночь. Встаньте в дверях и никого не пропускайте. Слушаюсь, эксцелленс. Успокойся, Венгель. Генрих, мне надоело кланяться пулям. Они мне мешают работать. Кубы понял, что за ним охотиться. И тогда он не только уединился в своем имении, куда вообще невозможно было попасть. Но и одновременно ехал в нескольких машинах, и никогда не было известно в какой. И, конечно, на прием к нему тоже было очень трудно попасть. И вот тогда я получил сведение, что у него в доме самого гаулятера работает белорусская. Галина Мазанник. Лейтенант Вильбенштайн, он же Николай Хохлов, через связных вызвал Мазанник к себе в небольшой домик на окраине. И вот тогда я ей сказал, знаете, вот на мне немецкий костюм, но я советский разведчик. И я приехал к вам, как к советскому человеку. Говорю, знаете, что, Галина, давайте не будем в кошки и мышки. Вопрос очень простой. Война будет нами выиграна. Немцы будут разбиты. Это ясно каждому, в том числе и немцам. Так что вы считайте, с кем вы будете. Будете драпать вместе с ними в Германию? Пожалуйста, драпайте на здоровье. А если не будете, вам нужно выполнить ваш долг. Он говорит, не знаете, я ничего не знаю, и на эту тему не могу говорить. Я не могу, я говорю, знаете, ну я к вам приеду. Ну вот вошел я в домик к Галине. Она была страшно обеспокоена тем, что вдруг я приехал в форме. Может быть, у нее даже появились сомнения, кто в себе в форме, разгуливая и прочее. Она говорит, ну я так и не знаю, чего вы от меня хотите. Я сказал такую довольно глупую фразу. Говорю, ну как вы думаете, что же советский разведчик может хотеть от прислуги Гауляйтера? Сразу после этого разговора Хохлов отправляет в центр шифровку. В четверг Мазаник подложит магнитную мину в кровать Гауляйтера. Прошу обеспечить ее безопасность и эвакуацию за пределы Белоруссии. Но все вышло совсем по-другому. После моего ухода из этого домика Галина вдруг заявила, что она согласна партизанам рядом с Минском. Но они быстро за это схватились. Привезли ей мину. Такая была Комарова. Говорит, давай, взрывай, девочка, ура! Из заключения особой комиссии о покушении на генерального комиссара Куба. В ночь на 22 сентября 1943 года. В 0 часов 40 минут в спальне генерального комиссара и Гауляйтера Вильгельма Кубе взорвалась мина. Его труп в полуобгоревшем состоянии был извлечен из загоревшейся спальни, поднятой по тревоге охраной и чиновниками генерального комиссариата. Лежавшая рядом с ним жена Анита, находившаяся на восьмом месяце беременности, не пострадала и отделалась лишь нервным шоком. Его трое детей, которые спали в соседней комнате, также не пострадали. В ходе экспертизы на месте установлено, что мина была прикреплена к нижней части матраца Кубы и там взорвалась. Я получил орден Отечественной войны первой степени. Это для меня было на всю жизнь. 1944 год. В Литве в одном из партизанских отрядов появляется некто Волин. Волин, он же Николай Хохлов. Заброшен в партизанский отряд. Цель – выявление дезертиров, полицаев и власовцев. Мы были в деревушке. Там мы как партизаны были, нас население поддерживало. Но немцы не знали, что деревня поддерживает партизан. В одной из деревень отряд обнаружил солдата немецкой армии. Он перебежал к своей любовнице. Она его привела туда, думала, что сдаст его нам, а мы его не брали. Он ей быстро надоел, он почувствовал, стал устраивать истерики. Выбегал в кусты в одном белье и орал, что его не любят. Но потом в один прекрасный день началась так называемая блокада. Немцы нас окружили. А он, значит, пытался бежать. Ну и тогда руководство партизанской группы там решило, что его нужно расстрелять. Привести приговор в исполнение должен был Волин Хохлов. И вот мы шли. Я знал, что у меня пистолет, но я его не трогал. И когда уже совсем вошли в осиный ворисок такой, он вдруг все понял. Как-то задрожал и рванулся вперед. А у меня, к сожалению, наверное, был рефлекс моментальный. Я просто выстрелил ему, ну, как полагается, в затылок. Пас, и он тут же упал. А я стоял там, у меня такое было ощущение, что случилось что-то страшное. Знаете, говорят, да, вот так он убил, а не подумал. Нет, я убил, и у меня как-то такое ощущение было. Даже не что я наделал, что я что-то наделал. И вот когда я шел обратно от опушки Осиновой, обратно к деревне, вот тогда я когда-то понял, что я больше никогда этого не сделаю. Эта история с немецким солдатом навсегда останется в памяти разведчика и сыграет поворотную роль в его судьбе. Война закончилась. Все старались понять, что делать дальше, а Судотплатов и Тингон готовились к работе в Западной Европе. Они, значит, уже собирались создавать резидентуры, то есть такие места в Западной Европе, где могли бы посадить своих людей на долгие годы, чтобы там были опорные точки. И вот таким резидентом они хотели сделать меня. Румыния, 1946 год. В Бухарест под видом польского беженца приезжает Станислав Ливандовский. Станислав Ливандовский, он же Николай Хохлов, беженец из Польши. Цель приезда – организация развернутой агентурной сети в Европе. Довольно скоро Станислав Ливандовский приобретает нужные знакомства, жениться, получает гражданство и открывает собственный магазин. В Румынии я столько увидел всего, которое показало мне, как неудобно Румынии на ложе народной демократии. Оно оказалось прокрустовым, этим знаменитым ложем, на котором люди больше мучились, чем спали. И я уже из Румынии послал генералу Судоплатову письмо с требованием отпустить меня из разведки. Я писал мне, что я ведь пришел в разведку, вернее, меня пришли в разведку в военное время, военное время кончилось, я хочу уйти, хочу учиться. После этого прошения Станислав Ливандовский исчезает из Румынии. Москва, 1949 год. В приемную комиссию Московского государственного университета подает документы на филологический факультет Николай Хохлов. Органы безопасности помогли ему получить аттестат зрелости, который выписал лично нарком просвещения, товарищ Потемкин, поступить в университет. Он не работал в аппарате, он был сотрудником негласного штата. Так агент советской разведки стал студентом. Вот я учился в университете, но когда я пытался что-то сделать, что могло погубить меня как разведчика, меня сразу приструнили. Конечно, его не могли отпустить, потому что он был ценный очень агент. Порвать с органами можно было, только оказавшись в тюрьме. Вскоре Николая Хохлова вызвали на Лубянку. Ему присвоили звание старшего лейтенанта. Он получил хорошую зарплату, льготы и приказ взять в университете длительный академический отпуск. Вот я шел по Тверской, и вы знаете, было такое странное состояние, когда как-то идешь, а душа отдельно на тебя смотрит. Вот он, вот он, я иду. Как-то раздвоенное такое состояние. В то время как вот Шохлов шагал, душа на ее смотрел, что ж ты, дурак, будешь теперь делать. Бесконечные скитания по городу привели его к дому бывшей одноклассницы Яны Тимошкевич. Как-то она сразу открыла дверь. Стояла, порой, как будто она знала, что я приду. Она не знала, но вот как сразу. Здравствуй, Коля, заходи. Я только потом понял, что меня судьба направила именно для того, чтобы найти опору. И эту опору я нашел. В момент встречи Яне и Николаю было по 27 лет. Они сразу полюбили друг друга. Вскоре поженились. И у них родился сын Александр. Вначале семейная жизнь Хохловых складывалась благополучно. Единственное, что удивляло Николаю, почему Яна никогда не спрашивала его о работе. Она ничего не спрашивала. Я даже как-то так возмутился. Я говорю, Яна, ты что, так не хочешь знать, где я работаю и что делаю? Она говорит, да нет, я, конечно, хотела бы знать, но я думаю, наверное, у тебя какие-то есть причины об этом не говорить. Я говорю, да, есть причины, но я тебе скажу. Я разведчик, работаю в разведке. Она молчала. Говорит, что ж ты ничего не говоришь? Нет, говорит, я знала, что там что-то не в порядке, но не знала, что дело так плохо. Ну, конечно, я возмутился. Ты что, считаешь, работа в разведке такая плохая работа? Она говорит, да нет, просто она, говорит, у порядочных людей есть другие занятия. Взял Яну за плечи, говорю, Яну, ты что-то не понимаешь. Я все прекрасно вижу. Я хочу уйти из-за. Ты стал рассказывать? Рассказал о моих впечатлениях во время войны, партизанские впечатления, о том, как я в Румынии решил уйти, как меня держат и прочее. Я все боялся, что она не поймет. Но она поняла, вот тут моя жизнь совсем пошла по другому пути. 1953 год. В Берлине вспыхнуло первое крупное антикоммунистическое восстание. Жители вышли на улицы, срывали красные флаги, топтали коммунистические лозунги, возводили баррикады. Поддерживала восстание русская эмигрантская организация Народно-трудовой союз. Берлинские события июня 1953 года застали советское руководство врасплох. Хотя оно понимало сложность ситуации, которая складывалась в Германской демократической республике, как тогда называлось это государство. Но масштаб событий и масштаб беспорядков в Берлине, конечно, впечатлял. Москва, 1953 год. На Лубянке началась разработка операции «Рейн». Николай Хохлов снова был востребован на работе. В него были вложены уже соответствующие знания, навыки, я не говорю о средствах. И расставаться с таким продуктом для спецслужбы было непросто. Ну, принесли мне папку дел и сказали, что ВАЦК постановило, что Околовича нужно убрать. Но не мне. А я должен был найти таких агентов, которые были бы способны пробраться в Западную Германию и там его убрать. Кроме десятка секретных агентов из стран Восточной Европы, к разработке операции были привлечены 11 кадровых офицеров Лубянки. И вот мы, значит, поехали выбирать такое оружие, которое бы не бросалось в глаза, когда его будут применять. И было бы бесшумно. Ну, в общем, они разработали такой стальной блок, небольшой, и он показался очень похожим на коробочку сигарет американских. По своей легкости и миниатюрности это орудие убийства превосходило все известное в СССР. Фальшивые сигареты были спрятаны в портсигаре. При необходимости из него могли одновременно выпускаться две пули, содержащие полтора грамма цианистого калия, что в 10 раз превышало смертельную дозу. С 7 метров пуля пробивала три доски толщиной 2 сантиметра. Мне позвонили, что да, получается, застревает нормально. И, в общем, взяли там овцу или кого-то еще, и все нормально. Животное моментально погибает. Ну, а следующим животным был Околович, конечно. Здесь руководством первого управления КГБ, Панюшкиным, применительно к Хохлову, была допущена, конечно, серьезная ошибка, направив его начальником, командиром агентурно-боевой группы. Однажды ночью Хохлов придумал, как избежать убийства Околовича и незапятнанным вернуться в Москву к жене и сыну. Родился только вот такой неизбежный план сорвать операцию. Прийти просто к Околовичу, предупредить его. Знаете что, Георгий Сергеевич, заболейте тяжелой болезнью, уезжайте в Америку и сидите там в какой-нибудь больнице. А я просто повернулся и ушел бы обратно. Наступил последний день перед началом операции. Яна приготовила мне завтрак в дорогу. Сидели так, в общем, почти ни о чем не разговаривали. Я только все время говорил, я вернусь, я вернусь. А я говорю, да-да-да, вернешься, вернешься. И вот тут случилась одна такая маленькая деталь. Я когда-то привез из Швейцарии Яны часы. И они испортились. И никто их не мог починить. Я говорю, знаешь что, Яна, давай я возьму с собой часы, я их там починю и привезу обратно. Ну, и да зачем, Коля, я и так верю, что ты вернешься. Когда по своим внутренним мотивам Хохлов решил перейти на сторону противника и обратился к Акаловичу, раскрыв ему цель своего появления на территории Германии, то Акалович, будучи инструментом западных спецслужб, предложил ему на выбор три западные спецслужбы для того, чтобы решать его дальнейшую судьбу. Ну, кого вы хотите? Французов, американцев или англичан? Какой вам сандвич лучше? Я говорю, ах ты, Господи, вот такое вещь. Французы, они такие легкомысленные, но англичане, они, конечно, сделают только то, что в интересах Британской империи. Знаете, пожалуй, самые симпатичные, я их не знаю, но, может быть, американцы. Франкфурт, февраль, 1954 год. Ранним февральским утром по площади оперы шел господин Хавбауэр. Здесь через 10 минут должна была состояться его встреча с Георгием Акаловичем. На площади Хохлов еще издали заметил его серый опер. Только я сел в машину, Хохлович посмотрел на меня так, ну, как-то сконфуженно. Знаете, Николай Евгеньевич, я, к сожалению, был вынужден пригласить американцев. Вы мне скажите, если это не так, я сразу уеду. Прежде чем я открыл рот, уже передо мной была металлическая пряжка ремня американского. Вот к тому времени уровень его подготовки, уровень его знаний, деятельности спецслужб дает основания считать, что здесь, ну, как бы помягче выразиться, он откровенно лжет. Потому что, безусловно, он отдает себе отчет, приходя к Акаловичу, о том, что назад дорогу себе он отрезает. Двери машины захлопнулись. Она резко рванула с места, увозя Хавбаура в неизвестном направлении. Так господин Хавбау, он же Хохлов, оказался в руках американцев. Как только он встретился с американцами, он им сдал всю группу в составе там 10-11 человек, которых... судьба которых дальше неизвестна. Агенты пытались бежать. Но там были наблюдатели, которые увидели, что они пытаются бежать, и их схватили. Схватили, привезли на конспиративную квартиру. Они меня когда увидели, вот так, конечно. Американцы настаивали на том, чтобы Хохлов доказал им свою принадлежность к советской разведке. Тогда Хохлов попросил принести из камеры хранения портфель с аккумулятором, в котором было спрятано оружие. Он собирался доказать, что не врет. Аккумулятор принесли, притащили, открывают. Там ничего нет. Не может быть. Я нас засучиваю рукава и в кислоту. Оказывается, покрыли черной пластикой и приклеили к стенкам. Ничего не видно. Но я вытащил оттуда. Вытащил. Ну, руки ждет, конечно, кислота. Я, значит, открываю. И там, помимо этих вот портсигаров, были тоже и пистолеты бесшумные, на всякий случай. Я, значит, вынимаю. И смотрю, в комнате никого нет. Все были под кроватью. Я говорю, «Эй!» Я кладу пистолет, и все появляются. Вот вам, храбрецы. Ну, а я пошел руки мыть. Потом подходит один из агентов. Подошел, говорит, капитан, говорит, можно вам пожать руку? Я, говорит, я, говорит, сожалею, что вам не верили. Я так, говорю, вы не боитесь серной кислоты? И руку ему не дал. В Москву приходят сведения. Операция Рейн провалена. Часть группы исполнителей раскрыта. Но на Лубянке никто не мог предположить, что именно Хохлов провалил операцию. Однако сам Николай Хохлов понимал, что больше никогда не сможет вернуться в СССР. Теперь его главная цель – обезопасить жену и сына, вывести их из Москвы. Он соглашается на сотрудничество с американцами и предлагает сдать в руки ЦРУ резидента советской разведки в Австрии полковника Окуня. Для осуществления этого Хохлов посылает Окуню секретное сообщение с просьбой о встрече. Но Окунь не попался в эту ловушку. Из нашей опергруппы избежал опасности. Это уже была заключительная фаза его перехода на сторону противника. Хохлов в панике. О том, что бывает с семьями изменников родины, он знал не понаслышке. Ему была известна история бывшего советского агента по кличке Курт. Я знаю, что его, этого Курта, схватили, расстреляли, но исчезла навсегда его семья. Аналогичный случай обсуждался всеми газетами «Свободного мира». Евдокию Петрову, жену кадрового разведчика, а позже перебежчика Шорохова, вывезли из Австралии силой. Не помогли ни полиция, ни даже демонстрации правозащитников в Сиднейском аэропорту. Пока на Лубянке прорабатывались версии провала операции Рейн, ЦРУ думала о том, как извлечь максимальную выгоду из поступка Хохлова. Американцы делают предложение, которое, на их взгляд, может помочь Хохлову спасти себя и вывести семью из СССР. Ему предлагают следующее. Хохлов дает публичную пресс-конференцию, где рассказывает о решении КГБ ликвидировать Георгия Акаловича. Помимо этого, Хохлов просит защитить свою семью и называет свой адрес в Москве. В Москве агенты ЦРУ под видом журналистов сразу же выезжают на место и отвозят его жену и сына в американское посольство. Вы позвоните, поговорите с ней, обсудите. Вы знаете, меня вот это купило. Позвоните Яну и узнать, и поговорить с ней и прочее. Ну что же, какая гарантия есть, что к ней пойдут? А вы знаете, мы сейчас запросим президента. И, может быть, тогда государственный департамент, и президент дает вам гарантию. Ну хорошо, пока он не приедет, никакой пресс-конференции не будет. И вот через пару дней приехал такой мистер Икс, который заявил, что он представляет государственный департамент, и, значит, он привозит гарантии, что к моей жене пойдут ее, возьмем в посольство. Вопросы есть? 22 апреля 1954 года в Бонне состоялась пресс-конференция. Привели меня туда, сзади, и вот вышел, и начался цирк. Вспышки, прочие корреспонденты, да, и... Говорите, говорите, говорите. Я сказал, ну я начал довольно глупый фронт. Для меня она была не глупая, но как показалось странно. Я сказал, я пришел на Запад, потому что не мог оставаться на Востоке. В 1953 году произошло серьезное событие, которое, я думаю, во многом повлияло на его решение об измене. Это появившийся страх после ареста его бывших руководителей, бывших учителей в спецслужбе. Это Судоплатов, это Маклярский. В сочетании с другими его качествами это могло послужить таким детонатором, который толкнул его на этот шаг. Кахлов держался, как человек напуганный, который, безусловно, в данном аспекте повел себя в высшей степени непорядочно. Потом началась, в общем, такая... Дали мне большую фотографию Яны и сына. Говорит, подержите ее. Я стал подержать. Поднимите ее вверх. Я говорю, зачем? Ну мы не видим. Я нас поднял, что мы вели вспышка в вспышку. Вот я вышел в такой девушкой плате. Вот моя жена и сын. Я потом эту фотографию просто ненавидел. Но она уже пошла. Она пошла на первые страницы. Как только новость о пресс-конференции пришла в Москву, Яну с сыном тут же арестовали. Она была арестована как член семьи врага на руках. И виноват в том, что он сломал судьбу и своего малолетнего грудного ребенка отправил по существу в тюрьму. Никто иной, как Хохлов своими версиями. Но Хохлов ничего об этом не знал. Он ждал, когда американцы привезут Яну в посольство. И вот приходит, через несколько дней, приходит американец. Вот с таким лицом. Я уже чувствовал, что что-то произошло. Говорит, что? Он подошел к окну, примерно как я подходил. К вашей жене никто не пошел. Я говорю, ну, приказ. Они испугались. Это было страшно. Никто не пошел. Ну что, после этого мне было совершенно все равно. Они говорят, мы вас повезем в Америку. Я говорю, мне все равно. Везите, куда хотите. Вот пристали самолет, большущий, пустой. Там были разведчики и большая связка баранов. Чтобы в дороге не голодали. А мне посадили, но я там сел. Куда меня везли, мне вот все равно. До этой пресс-конференции, до апреля, с февраля, американская разведка отпылесосила всю информацию и нашла в нем нужный продукт, который нужно использовать на всю катушку. Об этом свидетельствует его участие в подготовке контрпартизанских групп в Южном Вьетнаме, работа в Корее, участие на Тайване в деятельности НТС. Он четко и достаточно продолжительное время был инструментом западных спецслужб, в первую очередь американской разведки. Ахлов был приговорен соответствующим образом заочно в военной коллегии Верховного Суда к смертной казни за измену Родине. И он действительно и Родине изменил. Семья же провела два года в тюрьме. Это трагедия. Трагедия тайной войны, трагедия этих жестоких времен. Поселившись в Америке, он неожиданно подается в науку. Защищает одну ученую степень, потом другую. И становится профессором психологии. Он не мог предположить, что жизнь окажется невероятнее самого фантастического романа. Юрий Владимирович Андропов дал указание в конце 60-х годов приостановить исполнение смертного приговора от Хохлова. Поскольку вся эта история за давностью лет потеряла свое актуальное значение. 1991 год принес в Россию невероятные перемены. На Лубянке вновь заговорили о деле Хохлова. В итоге указом президента Бориса Ельцина от 20 февраля 1992 года Николай Хохлов был помилован. Акт о помиловании подписан был Ельциным. И цель заключалась в том, чтобы обеспечить ему приезд в Советский Союз, в Россию. И он здесь был. Николай Хохлов не мог представить, что через 38 лет он снова попадет в Москву. Придет на место, где когда-то стоял его дом. А главное, снова увидит Яну. Когда я уезжал, как я рассказывал, из Москвы 13 января и взял с собой часики, эти часики сыграли очень важную роль. Потому что я их починил и привез обратно в Москву через 38 лет. Яна была сначала так холодноватая, не знали мы, как говорить, что делать. И только вот потом, когда мы там вошли из передней в кухню, где мы, а в передней мы еще так друг на друга смотрели. И когда вошли в кухню, я вдруг вспомнил, да, говорю, часики я тебе, вот твои часики. Она с собой говорит, да, мои часики. И как-то растаяла. Она все время меня уверяла, что вышло все так, как надо. И убийство остановили, никого не расстреляли. Алик не попал в детский дом. Николай Евгеньевич так никогда и не узнает, простила ли его Яна на самом деле. Она умерла в конце 2002 года. Его сын, Алик, так и не смог простить отца. Жизнь была противоречивая, жизнь была иногда даже какая-то странная. Пять жизней было, да. Одна жизнь была в партизанах, когда я был немцем, старшим лейтенантом Бенгельштейном. Потом жизнь в Румынии вторая, когда я был Станиславом Ливандовским, поляком, который основался в Румынии и стал румыном. Следующая жизнь – это Йосиф Хофбауэр, который был, значит, австрийцем, основался в Австрии и там, значит, должен был жить. Четвертая жизнь – это студент и старший лейтенант в то время советской разведки, который учился в МГУ и работал в консорстве. Ну и последняя жизнь – профессор. Профессор американского университета, преподаватель, исследователь. Ну, можно, конечно, было бы добавить как продолжение пенсионера. В разведке две категории главными являются. Это долг, то есть ответственность перед обществом, во имя безопасности которого ты идешь нарушать законы другой страны. И совесть, ответственность перед собой. Как говорится, да? Когда совесть чиста, когда ты выполнил свой долг. Ну что ж, может, хватит тратить пленку. ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО Продолжение следует...